Понадобился мне предохранитель на 40 ампер, но у меня в наличии были только 2 по 20. И вот я думаю, возьму и соединю их в параллель и получу на 40 ампер. Вы скажете, ты шо дурак? Какие 40 ампер? Если соединить предохранители в параллель, то никто не регламентирует на какой ток они будут срабатывать. И окажетесь правы, но это касается не только предохранителей. Если вы соединяете в параллель 2 или больше транзисторов или диодов, то рассчитывать на больше чем 70% от суммарной максимальной мощности не стоит. И не важно, будут то диоды в одном корпусе или в разных, кристаллы то отличаются по характеристикам, а значит итог может протечь по одному больше, по другому меньше. И из-за этого произойдет лавинообразный процесс и один из диодов или транзисторов выйдет из строя. А теперь закрепим все на практике. Собрали вот такой миниатюрный стенд из двух диодов. Это 1 амперные диоды шотки. Вот они. Также подключили блок питания и нагрузку. Сейчас у нас на русске 1,5 ампера примерно. И давайте с помощью тепловизора посмотрим, насколько сильно нагрелись диоды. Как видим, первый диод примерно 35 градусов. При том, что второй Ну, тут намного больше. 50-60 градусов. И даже общий радиатор им бы не особо помог. Так что при параллельном включении будьте внимательны. Вот здесь lаграморка. Ой, посмотрите.